Девушки отдыхают 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 есть явный лидер, фаворит. Конечно, это Виталина Воцарашкина. Просто так двумкратными олимпийскими еще не становятся. И она, конечно, фаворит. Но есть финалистки, которые наверняка поставят ей достойную конкуренцию. Ну, например, это Степана Медведева. Она очень сильный, стабильный стрелок. Было сказано, что Лисица самый юный участник финала. Но она уже несколько лет стреляет на высоком уровне. И, в общем-то, она здесь наверняка тоже не стушуется. А так можно говорить про любую спортсменку. Участница финала. Наверняка будет интересно. Скоро мы узнаем, как стружится финал. Ну да, здесь на самом деле участвуют очень опытные спортсмены. И даже Алина Лисица, которой всего 15 лет, и она уже является мастером спорта и победителем на первенстве России. Вот буквально недавно закончилось первенство, несколько дней назад. И Алина Лисица забрала в нем золотую награду. Она также принимала участие в командном упражнении, в упражнении пары смешанные. И везде она попадала на пьедестал, зарабатывала награды. У нее очень много наград из Ижевска. И сейчас она может вполне претендовать, как мне кажется, на медали чемпионата России. Потому что здесь у всех спортсменов есть шансы так или иначе победу одержать. Ну, конечно, у нас есть фаворит. Это Виталина Бацарашкина. И, как правильно было замечено, она является двукратной олимпийской чемпионкой. И в 2016 году на Олимпийских играх в Токио, о, прошу прощения, в Рио-де-Жанейро, она стала серебряным призером в стрельбе из пневматического пистолета. А в 2021 году на Олимпиаде в Токио забрала золото тоже в упражнении пистолет пневматический. В общем-то, она действительно может претендовать на золото в этом упражнении. Ну, дорогие зрители, давайте я расскажу для вас, как будет проходить сейчас финал. Вот сейчас 8 спортсменок, у них есть время на подготовку и пробные выстрелы, после чего начнется финальная стрельба. В финале девушки сделают по 15 выстрелов. Они будут поделены на 3 серии, каждая серия состоит, соответственно, из 5 выстрелов, и на серию дается 250 секунд. По итогам трех серий две спортсменки с худшим результатом покидают финал и занимают седьмое и восьмое места. Оставшиеся шесть спортсменов продолжают участвовать в финале, выполняют еще одну серию, она также будет состоять из 5 выстрелов, время будет дано то же самое, 250 секунд, и вновь две спортсменки с наименьшим результатом покидают финал и занимают уже пятое и шестое места. Далее очередная серия из пяти выстрелов, и вновь две спортсменки с меньшим результатом покидают финал и занимают третье и четвертое места. Оставшиеся две спортсменки будут участвовать в медальном матче за золотую награду. Правила медального матча немного другие. Там участницы будут выполнять одиночные выстрелы, и на каждый выстрел будет даваться по 50 секунд. Спортсменка, которая делает лучший выстрел, зарабатывает 2 балла. За худший выстрел спортсменка баллов не зарабатывает. Ну а в том случае, если обе спортсменки делают выстрелы равного достоинства, каждый из них начисляется по одному баллу. Обладательницей золотой награды и победительницей медального матча, обладательницей звания чемпионка России станет спортсменка, которая наберет 16 или более баллов. Другая спортсменка, соответственно, станет серебряным призером той же чемпионата России. Вот, уважаемые зрители, сейчас мы с вами видим пристрелку. Это время, необходимое участницам финала для того, чтобы подготовиться, для того, чтобы пристрелять свое оружие, подготовить себя к дальнейшей работе. Результаты пристрелки в финале не учитываются, равно как и результаты квалификации. Но что касается самого формата проведения финала, вот здесь можно заметить, что два формата сразу используются. Метальный матч, который в конце, и вот выбывание, скажем так, участниц в начале. Как вы думаете, вот такой формат это наиболее оптимальное сочетание для зрелищности и для... В принципе, финалы придуманы для зрелищности, для того, чтобы зрителям зрителям в тире было интересно, и телезрителям тоже было интересно. Иначе, конечно, смотреть полтора часа, как работают стрелки, но интересно было бы только специалистам. Пока есть время, я бы хотел пару слов сказать об оружии, с которого выполняется стрельба. Очень, очень точные, очень точные прортизионные пистолеты. Выпускают их буквально несколько фирм, там, наверное, 3-4-5 от силы. Практически все они европейские, немецкие, австрийские, швейцарские, итальянские. Очень дорогие, очень точно изготовленные пистолеты. Мощность до 7,5 джоулей, калибр 4,5 миллиметра. Натяжение спуска ограничено минимально 500 грамм. То есть, при проверке оружия вешается на спуск гиря весом 500 грамм. Если спуск сработал, значит, он не удовлетворяет требованиям. Надо увеличивать усилие спуска, иначе не допустят соревнованиям. Также можно видеть специальные обуви. Шесть человек из восьми финалистов стреляют в специальных ботинках стрелковых. Двое просто в кроссовках. Естественно, это не потому, что у них там по каким-то причинам им не досталось. Ну, так вот им удобнее. Сейчас начнется финал. Ну, что касается оружия, сейчас у нас на экранах с вами пистолет Вальтер. Вальтер ЛП-10. Это ЛП-500. Прошу прощения. Это немецкая фирма, насколько я помню. И вот с этого пистолета стреляет представительница города Санкт-Петербург Светлана Медведева. Ну, на самом деле, спортсмены дают предпочтение разному виду оружия. Ну, вот, чаще всего я, сидя на проверке оружия, видела пистолеты Штеер. Штеер, и вот их сейчас очень много, и многие спортсмены, даже очень опытные, вот мы сейчас с вами видим, что действительно эти пистолеты, они очень стали распространенные. Как думаете, с чем это связано? Ну, в принципе, это, конечно, очень качественное оружие, и в основном-то причина, причина в том, что это надежный пистолет, но то, что их много в России, еще и потому, что они рынок получили, как бы исторически сложилось, они были первые, когда еще пистолет назывался, Манликер, и первые газобаллонные пистолеты, ну, где-то, наверное, примерно в одно и то же время, что Файнверкбау, тоже немецкая фирма, они появились в России, но так и сложилось исторически, то их... Был период, когда там из восьми финалистов Шестера стреляли из Штайров. Сейчас появились, не то, что появились, место свое получили и итальянские Фордини и швейцарские Марини, такие звонкие названия, немецкий Вальтер, ну, тут, наверное, четыре фирмы, которые в основном и соперничают на этом рынке. Но ни один пистолет, решаясь, его преимущество не даст. Все они очень высокого качества и по существу стрелки выбирают то, что им нравится субъективно. Ну, вот что касается пистолетов, мы уже очень много про них сказали. Вы еще отметили, что шесть участниц финала находятся в специальной стрелковой обуви. Эта обувь повышает устойчивость спортсменок, она выполняется из специального, более жесткого материала, чем простые стрелковые, чем простые спортивные кроссовки. И эта обувь тоже проходит проверку на проверке экипировки оружия. Она должна проходить жесткость, проверку на сгибаемость, скажем так, подошвы. И если подошва слишком жесткая, она не сгибается под определенным усилием, не достигает определенного угла, то, соответственно, такие ботинки не проходят проверку. Их нужно разминать, разгибать. В некоторых случаях делаются надрезы или проводится перфорация подошвы для того, чтобы она проходила вот эту вот как раз проверку. Но еще одно интересное требование, вот проверку жесткости обуви проходят как ботинки на пистолете, так и ботинки на винтовке. Но на пистолете необходимо, чтобы они не были слишком высокими. И вот вы можете обратить, что косточку спортсменок у всех на ноге, как она называется, кстати? По-моему. А, нет, нет. В общем, они невысокие, да, и виден сустав. А на винтовке они гораздо выше, и вот они, голеностоп, сустав, они закрывают, они затягиваются. В принципе, конечно, все эти ограничения в основном для винтовочников важны. Пистолетчики и пистолетчицы, как мы видим, стреляют в повседневной одежде и в кроссовках. Да, единственное требование, что голенище не должно закрывать вот эту вот самую кость. насчет жесткости. Да, жесткость, наверное, имеет какое-то значение, но я даже не знаю, это вот я пробовал много раз стрелять в специальные обуви, мне неудобно. Очевидно, это для скоростных упражнений это не имеет значения. здесь в статике, это имеет значение. Сейчас, после первой финальной серии, у нас с вами на экранах Дарьи Сироткина, которая набрала высший результат 51,1 и даже обогнала на достаточно большой, значительный отрыв, преимущество у нее полтора балла от Виталины Бацарашкиной, двукратной олимпийской чемпионки, которая сейчас занимает вторую позицию. На третьей позиции сейчас Маргарита Ломова и Алина Лисица и Валерия Гоголева замыкают сейчас турнирную таблицу, занимают седьмую и восьмую позиции соответственно, но это была только первая финальная серия. Впереди еще 10 выстрелов, еще две серии, после которых две спортсменки с наименьшим результатом покинут финал. Что касается специальной одежды, здесь они все выступают в спортивной простой одежде, причем в основном все, на самом деле все спортсмены в кофтах, потому что в финальном тире здесь не очень жарко. Сейчас спортсменки делают серию из пяти выстрелов и вот такой формат он все-таки как-то позволяет по времени распределиться, ну в принципе даже можно там оттожить выстрелы, если что-то складывается не так, времени хватает. И сейчас видно, что они все пенористки собраны, еще ничего не решено, все еще только начинается, никто явно не вырвался вперед, никто не отстал, всех есть шансы. Кстати, что касается отложенных выстрелов, в квалификации естественно там дается час 15 на 60 выстрелов, там можно стрелять с любым темпом, и есть уникальные спортсмены, которые делают это за 30 минут, есть спортсмены, которые растягивают это время и час 15 ровно стреляют все 60 выстрелов, здесь конечно каждый сам в индивидуальном в своем темпе работают. Что касается финала, здесь на 5 выстрелов дается 250 секунд, так или иначе темп еще можно регулировать, ну а когда мы дойдем с вами до заключительного этапа финала, до медального матча, там на каждый выстрел будет по 50 секунд, там конечно тоже многие, не многие, а некоторые спортсмены умудряются откладывать выстрелы, вот у нас здесь в Удмуртии есть такой спортсмен как Андрей Чиликов, участник чемпионата Европы, по-моему пятое место он тогда там занял, в общем-то тоже спортсмен достаточно опытный, многократно выступал на всероссийских соревнованиях, становился победителем и призером, вот у Андрея есть уникальная, наверное, способность, в одиночных выстрелах он может откладывать и один, и два раза, и три даже, по-моему, были такие случаи, я видела на финалах, когда он многократно откладывает, и выстрел успевает сделать вот-вот на буквально последних секундах, но это вот такие индивидуальные особенности каждого спортсмена, обычно на одиночных выстрелах в медальных матче откладывают, конечно, нечасто, откладывают выстрел, конечно, все пытаются делать выстрел по своей схеме из первого предъявления, один подъем, один выстрел, но это идеал, когда эмоциональный фон зашкаливает, бывает, что случается что-то, что-то мешает стрелку, откладывают, делают выстрел со второго подъема, еще хорошо помню, на чемпионате Европы в, по-моему, по-моему, это был Белград, ну, там матчевый пистолет, но примерно система та же самая была стрельбы, вот, и там Борис Кокарев, выполняя последний выстрел, отложил выстрел, а все сделали, и совершенно четко было понятно, что ему надо попасть для того, чтобы стать чемпионом Европы, 10,6, то есть на заказ попасть в контрольную десятку на матчевом пистолете, последний финальный выстрел, ну, это фантастика, и он за 5 секунд буквально до истечения времени попал 10,6, ну, я думал, что там здание финального тира обрушится от аплодисментов и вообще оваций, но это, конечно, исключительный случай, это экстрим. Вот сейчас закончилась первая, прошу прощения, вторая финальная серия, по 10 выстрелов сделали все спортсменки, лидирует по-прежнему Дарья Сироткина, причем она увеличила свое преимущество до 2,8. На второй позиции сейчас держится Виталина Бацарашкина, у нее отставание, прошу прощения, преимущество не такое большое, это всего лишь 5,10. Третью позицию занимает Алина Лисица, которая, кстати, замыкала турнирную таблицу по итогам первой серии, вот сейчас она поднялась в рейтинге, практически, ну она сейчас в тройку входит и может претендовать на участие в медальном матче. Ну вот, что касается, сейчас вот не очень хороший выстрел сделала Валерия Гоголева, начала она очередную финальную серию с выстрела 6,9, это, конечно, выстрел крайне невысокого достоинства, особенно для финала, для такой сильной спортсменки, я напоминаю, что Валерия Гоголева является мастером спорта и призером первенства России, достаточно опытная участница финала, но вот ошибки бывают, они, как правило, связаны не с техническими нарушениями, а, как правило, с волнением, больше связаны с психоэмоциональным состоянием спортсмена. Конечно, все участницы финала достаточно уверенно, стабильно, надежно умеют подать десятку, шестерка, это, это только результат эмоционального, эмоционального, не знаю, напряжения, никаких других объяснений здесь даже искать не стоит, но сейчас такая ситуация, что, ну, да, Валерия Гоголева стабильно на восьмом месте, конечно, у нее есть шансы, пока соперник не сделал свой последний выстрел, шансы есть у тех, вот, но, да, при стерке, конечно, стрелять не стоило бы. Ну, что касается самих соревнований, я напоминаю, дорогие зрители, что мы с вами сейчас находимся на чемпионате России по стрельбе из пневматического оружия в городе Ижевске в замечательном спортивном комплексе «Планета спорта». Не так давно здесь прошло первенство России и вот сейчас проходит чемпионат. Некоторые спортсмены, такие как Кристина Ермакова, Алина Лисица, они поучаствовали и в первенстве и сейчас участвуют в чемпионате уже с сильнейшими взрослыми спортсменами. Первенство, конечно, там было до 21 года среди юниоров и юниорок. Ну и, кстати, вот этот чемпионат, он входит в перечень соревнований, с которых будет происходить отбор на финал Кубка России по стрельбе из пневматического оружия. Финал Кубка России пройдет здесь же, в Ижевске, в конце 2023 года. с 10 по 19 декабря здесь будет проходить финал Кубка России. И вот это соревнование, чемпионат является одним из соревнований, где можно показать результат. В этом году у нас изменилась немного система попадания, система формирования рейтинга на попадание в финал Кубка России. Если раньше за победы начислялись баллы, и, в общем-то, баллы с разных соревнований суммировались, надо было ездить на множество соревнований, чтобы поднять свой рейтинг. Формировался из этих баллов рейтинг, и 50 лучших спортсменов ехали на финал. В этом году система намного проще. Здесь сейчас необходимо будет показать три результата. Есть перечень соревнований. Первые прошли в Юрьевпольском, там был этап Кубка России. Сейчас проходит чемпионат, и вот следующее соревнование здесь недалеко, в соседнем городе Глазове будут тоже этап Кубка по пневматике. В общем-то, на три любые соревнования спортсмен может поехать, показать там результат, этот результат складывается, и вот 50 спортсменов с лучшим результатом попадают в финал. Здесь все намного проще, есть возможность поехать на все соревнования из перечня, соревнования перечислены в положении рейтинга, оно уже все опубликовано, и, в общем-то, третье место чемпиатра. Таким образом, спортсмен попадает на финал Кубка России. Но сейчас спортсмены закончили. По 15 выстрелов все сделали, и восьмое место сейчас занимает представительница Челябинской области Валерия Гоголева. Покидает финал, вместе с ней Маргарита Ломова, представительница Иркутской области. Лидирует сейчас Дарья Сироткина, причем она с каждой серии увеличивает свое преимущество. На второй позиции сейчас Виталина Поцарашкина, на третьей Яна Енина, и замыкают турнирную таблицу Кристина Ермакова и Светлана Медведева на пятой и шестой позициях. Соответственно, поскольку я сейчас рассказала про новую систему отбора на финал Кубка России, Андрей Борисович, что вы об этом думаете, об этой новой системе? Она сильно изменилась с прошлых лет. Раньше это был рейтинг, баллы, сейчас просто три лучших результата, сумма трех лучших результатов. Я так думаю, что практика покажет, насколько эта система лучше предыдущей. Если на финал в результате отберутся сильнейшие стрелки, реально сильнейшие стрелки, иначе система жизнеспособна, пусть будет. Пока что я не знаю, как это будет работать. Никто не знает. Практика покажет. Еще пока есть время, пока очередные пять выстрелов выполняются, хочу еще пару слов о пистолетах. Если внимательно посмотреть, на рукоятках у некоторых стрелков видно такая металлическая пластина, за ней скрыт механизм электронного спуска. То есть здесь настолько важны мелочи, что даже вот некоторые шероховатости механического спуска, они могут иметь значение. И оружейники придумали такой элемент, как электронный спуск. То есть существо нет никаких механических движущихся деталей. Просто замыкается замыкается контакт электрический. Спуск может в результате быть любой. Он идеальный. Никаких неровностей, скрежета металлического. Просто как сгибание пальца под нагрузкой. Минимальная нагрузка. Еще раз напомню 500 грамм. И такой вариант спуска был придуман. Не знаю, по крайней мере, может быть, не принцип был придуман, а впервые применен в пистолетостроении итальянским оружейником Чезаро Марини. У него была фирма, правда, она была в Швейцарии. Она и сейчас есть, он оттуда ушел. Называется Марини Компетишенс. И, кстати, вот сейчас на финале, насколько я вижу, таких пистолетов и нету. Но это объясняется не тем, что... Вот сейчас вот вы видите пистолет с электронным спуском. Эрспорт электронный спуск. Фирма Марини Компетишенс она существует. Просто сам вот этот оружейник, великий Чезаро Марини, он из этой фирмы ушел, сделал в Италии свою фирму, которая теперь конкурирует этой швейцарской его первой фирмой. Ну, кстати, что касается пистолетов Марини здесь на финале, если мне не изменяет память Виталина Бацарашкина, по-моему, у нее один из пистолетов пневматических Марини, она сейчас возит по два пистолета, и вот, если мы с вами поближе увидим сейчас ее пистолет, сможем сказать, что это за фирма. Ну, по-моему, один из двух у нее был Марини, если мне не изменяет память, она, там была не очень приятная история, на финале у нее сломался один из пистолетов, и она его смогла заменить, заявила о поломке оружия, поменяла второй пистолет, у нее тоже проходил проверку, и вот теперь она всегда практически ездится двумя пневматическими пистолетами. Да, это разрешено правилами, единственное требование, чтобы оба пистолета были одной фирмы, ну, одинаковыми. представительница Санкт-Петербурга Светлана Ледведева. Да, у Виталины, очевидно, пистолет Марини 200, но это, этот пистолет появился очень недавно, а до этого выпускался пистолет Марини 162L, причем он выпускался четверть века без каких-то изменений, там просто изначально были очень такие инновационные элементы, и вот они свою работоспособность подтвердили и по течение четверти века этот пистолет выигрывал, то есть из пистолета выигрывали Олимпийские игры, чемпионаты мира, ну, вот недавно вместо вот той знаменитой модели стали выпускать новое, очевидно, да, сейчас у Виталины вот именно такой пистолет. Вот, ну, а что касается электронных спусков, их сейчас стали применять не только на пистолетах, они бывают и на винтовках, и несмотря на то, что электронный спуск перед механическим имеет существенное преимущество, и все недочеты механического спуска на электронном можно преодолеть, здесь очень внимательно нужно подходить к обслуживанию этого пистолета, этого электронного спуска, потому что бывают ситуации, по-моему, на финале Кубка России, это было, или на чемпионате в прошлом году, Полина Болоткова с винтовкой, с электронным спуском прошла в финал, и вот прямо перед финалом у нее этот электронный спуск просто разрядился, в связи с чем пришлось его экстренно заряжать, искать какие-то портативные зарядки, и, в общем, выходить из ситуации разными способами, это первый момент, и второй, то, что на финале запрещены щелчки в холостую, а вот с электронным спуском такой щелчок сделать гораздо проще, чем с механическим. хорошую фразу сказал творец электронного спуска Чезаре Марине, он еще сказал, что электронный спуск очень хорош тогда, когда он работает, перестать работать он может от пыли, от сырости, от чего угодно, очень капризный, очень капризный элемент, и я даже помню, вот есть такой стрелок, олимпийский чемпион, Артем Хаджибеков, он не просто стрелок, он еще и хороший инженер такой электронщик, вот он делает электронные спуски, конструирует для многих фирм, и я помню, вот он еще когда стрелял в чемпионат мира 2010 года, 2010 года в Мюнхене, а там было очень сыро, очень сыро, холодно, и после двух положений на большом стандарте он был лидером, у него электронный спуск перестал работать, то есть у человека, который делает электронные спуски на чемпионате мира перестал работать электронный спуск, но так как он инженер, он там понимает, что надо делать, он прямо на рубеже перемонтировал и закончил стрельбу с механическим спуском, но лидером он уже не был, даже в финал не попал, какие вот интересные воспоминания про электронный спуск. Я, уважаемые зрители, напомню для вас, что сейчас заключительная серия, после которой два спортсмена с худшим результатом финал покинут, а по итогам предыдущей серии Кристина Ермакова, представительница Белгородской области, заняла пятое место, а представительница Санкт-Петербурга Светлана Медведева заняла шестое место. Вот сейчас у нас осталось четыре сильнейшие спортсменки, практически все уже сделали по четыре выстрела, сейчас завершают последнюю пятерку, и две спортсменки покинут финал, одна из них станет обладательницей бронзовой награды, попадет на пьедестал, одна из них займет четвертое место. Сейчас мы с вами посмотрим на результаты. Сможем обратить внимание на предварительный результат. Виталина Бацарашкина по предварительному результату занимает четвертую позицию, вот насколько я видела, она уже в леску вставила, и начинает собираться, понимает, что в медальный матч она не проходит. И отставание от Дарьи Сироткиной, которая сейчас лидирует, существенное, четыре очка. Действительно, Виталина покидает финал, занимает четвертое место, даже на пьедестал не попадает, а Алина Лисица становится бронзовым призером чемпионата России. Даже, честно говоря, я не ожидала такого результата. Ну, а в медальном матче сейчас будут бороться представительница Москвы Дарья Сироткина и представительница Республики Бурятия Яна Йенина. Мы, по-моему, с вами вначале даже загадывали, что Виталина однозначно может попасть в медальный матч. Ну, можно-то рассказать, что это сенсация своего рода, что Виталина Басарашкина не попала в золотой матч. Ситуация такая непрогнозируемая. Ну, как говорится, это спорт. Здесь все имели шанс. Кто-то воспользовался своим шансом. Вот два человека. Не явные лидеры, но они молодцы. Они смогли. сейчас в бочном поединке решат, кто из них чемпион, а кто займет второе место. Вот, кстати, можно обратить внимание на то, что и Дарья, и Яне по 22 года. Это достаточно юные участницы финала. Самые взрослые участницы финала здесь 30 лет. Это Светлана Медведева, а вот Дарья и Яна достаточно молодые. Яна мастер спорта, а Дарья выполнила норматив мастер спорта международного класса. Но на самом деле звание не всегда говорит о том, что спортсмен может одержать победу. Вот сейчас первые два балла зарабатывает Дарья Сироткина, опережает свою соперницу на 60-х. Первые два балла достаются ей. Вы, уважаемые зрители, можете обратить внимание на то, что все спортсмены, у всех спортсменов есть специальная опознавательная табличка с регионом, с трехбуквенным обозначением региона. Дарья Сироткина представляет Москву, у Яны соответственно этот же логотип республики Бурятия. На стартах командных, на парах смешанных, как правило спортсмены одеваются в форму сборной региона, ну и здесь можно участвовать в простой спортивной одежде. Вот, кстати, вчера мы тоже обсуждали с вами дресс-код. Вот здесь в обеих спортсменах на кофтах есть капюшоны, но они его не одевают. С этими капюшонами была долгая история. Сначала их совсем запретили, потом разрешили надевать только на уши, но не надевать их полностью, потом, по-моему, опять запрещали вообще их не должно было быть, сейчас они разрешены, но надевать их нельзя. И вот если правильно рассказывают различные легенды и истории, это все началось с Николая Килина, который стрелял в международное соревнование в этом капюшоне и имел определенное преимущество, когда боковые шоры уже были запрещены. да, я пробовал стрелять в капюшоне и без капюшона, когда одеваешь капюшон, конечно, такая иллюзия возникает как бы защищенности, изолированности внутри этого капюшона работаешь сам собой, понимаешь, что тебя никто не видит ни сбоку, ни сверху, ни откуда, но когда появились финалы, транслируемые по телевидению, телевидение сказало свое слово, убрали боковые вторки, ограничили ширину и длину наглазника на левый глаз, в общем, все сделали для того, чтобы зрители видели, кто же это борется за медали, а не только болеведные козырьки, вторки и всякие наглазники, максимально все с лица убрали. Хочу еще сказать, что вот в этом формате, когда начинается голден матч, медальный матч, там, как угодно его назвать, это очный поединок, здесь важно еще, то есть может немножечко повезти или не повезти, можно, ну, образно говоря, выиграть с далекой девяткой этот выстрел, а можно и попав в контрольную десятку проиграть. Здесь должно еще повезти, в отличие от, вот, вот мы видим сейчас Дарья Сироткина получила балл, не попав в десятку. Повезло, ну, везет сильнейшим, молодец. вот что на самом деле касается внешнего вида, вот сейчас у вас финалистки на экранах, которые покинули финал, некоторые из них в козырьке, как Виталина Бацарашкина, это тоже ограничивает попадание света, практически у всех девушек есть специальные, ну, скажем так, очки, если их можно так назвать, монокли, да, стрелковые очки, где один глаз полностью закрывается наглазником, а другой глаз, там тоже ограничено попадание света, и некоторые спортсмены вставляют туда линзу, причем некоторые вставляют специальную желтую линзу для того, чтобы не отсвечивало и не бликовало ничего. Такие линзы используют все спортсмены, по-моему, на стендовой стрельбе, потому что у них стрельба происходит на открытом воздухе, там, естественно, и погодные условия, и солнце, и ветер, и все, что угодно, им очки с антибликом необходимы, ну, а в пулевой стрельбе антиблик распространен, конечно, реже, но его здесь тоже применяют и используют для повышения качества стрельбы. Я про стрелковые очки еще пару слов скажу. Практически все ведущие стрелки стреляют, используют стрелковые очки двух фирм, в основном, это немецкий Ноблок, Ноблок, и чемпион стрельцарские фирмы. В принципе, даже возможно, вот если внимательно посмотреть, на правый глаз, у кого-то он белый, редко бывает правый ведущий, прицельный глаз, там возможно использование и линзы, и диафрагмы, и еще и фильтра сверху. То есть, фильтр, конечно, в зависимости от освещения, можно поставить желтый фильтр и будет эффект такого яркого солнечного дня. Или наоборот, когда очень ярко, можно поставить там дымчатый фильтр или коричневый, или зеленый, и глаза будет работать комфортнее. А диафрагма нужна для увеличения глубины резкости. Есть, конечно, стрелки, которым, ну, как бы выдали диафрагму, не знаю, что с ней делать, и она постоянно открыта. Но тогда она просто не работает. Вот. Вот это уже просто эмоции. Вот, Яна Енина попала в семерку. Ничем, как эмоциональным всплеском это не объясняется. Ну, что касается в целом внешнего вида спортсменов, еще один вопрос, который тоже не так давно поднимали, он остается открытым на протяжении уже долгого времени, это внешний вид спортсменов, и челка, и волосы, которые попадают на глаза, и у некоторых они действительно ограничивают попадание света, это можно применять в качестве боковых шор, которые запрещены сейчас. Вот, ставился всегда вопрос о том, запрещать или не запрещать, делать или не делать замечания спортсменам, у которых вот эти боковые шоры в виде волос есть. Вы что по этому поводу думаете? Я думаю, что такие ограничения должны быть четко прописаны в правилах, они не должны отдаваться на на откуп судье, субъективности судьи. Если они четко прописаны в правилах, правила едины для всех, это может иметь место. Если это на уровне нравится или не нравится, тогда это субъективно, это не должно быть. Ну, у нас в пулевой стрельбе, как и в любом абсолютно виде спорта, правила регулярно дорабатываются, они с каждым годом становятся все лучше и лучше. Вот такие спорные моменты многие, это все, конечно, обсуждается, это все вносится в правила, и у нас наш спорт не стоит на месте, он развивается, и в техническом, с технической стороны вопросы, то оружие, с которого стреляли лет 10 назад, оно, конечно, не сравнится никоим образом с тем, с которого стреляют сейчас, и в принципе, то, как проводятся соревнования, сейчас это все происходит по электронным мишенным установкам, раньше всероссийские соревнования, даже международные когда-то в свое время стреляли по бумажным мишеням, были специальные судьи Кор, которые сидели и высчитывали, даже с десятыми были времена, когда считали достоинства пробоя. Сейчас это все определяется электроникой, и это делается гораздо быстрее, и у нас появилась возможность проводить разные форматы, в том числе финалов. И специальная программа, в которой заложены в принципе различные перестрелки, все возможные ситуации, выбывание спортсменов, все это прописано, заранее подготовлено для того, чтобы можно было провести разный формат вообще стрельбы и упражнения. и в принципе у нас сейчас появляются новые новые упражнения, это и командные, и пары смешанные, раньше, конечно, такого не стреляли, и под это все тоже пишутся программы, для того, чтобы старт провести, автоматические результаты складываются, здесь уже никакого человеческого фактора практически нет. Обратите внимание, что 2 балла зарабатывает Дарья Сироткина, хотя выстрел не очень высокого достоинства, 9,5, но Яна Енина попадает 8,6, это, конечно, волнение, эмоции, счет сейчас 14,8, матч-поинт, если Дарья сейчас вновь опередит свою спортсменку, сделает выстрел выше достоинства, она станет обладательницей титула чемпионки России. очень напряженная атмосфера, и сейчас в финальном тире зрители, болельщики переживают, переживают и тренеры, спортсменок, и 10,0 попадает Яна Енина, 9,5 Дарья Сироткина, сокращает свой отрыв Яна, и счет 14,10. Сейчас вот такая ситуация, когда в принципе Дарья Сироткина не надо ничего менять, должна сделать, просто у нее есть два выстрела на то, чтобы заработать один балл, но самое главное в такой ситуации не начать требовать от себя чего-то невозможного, выцеливать, искать точку, искать момент, просто на технику сделать два выстрела, один из них наверняка окажется победным. Что касается поддержки зрителя, она, конечно, сейчас колоссальная, очень напряженная атмосфера сейчас. 10,3 попадает Дарья Сироткина, давайте посмотрим на результат Яны Ениной. 10,0 попадает Яна, и обладательницей титула чемпионки России стала представительница города Москвы, мастер спорта международного класса Дарья Сироткина. Серебряным призером стала представительница Республики Бурятия, мастер спорта Яна Енина, ну а бронзу забрала представительница города Москвы, мастер спорта Алина Лисица. Уважаемые зрители, спасибо, что были с нами, спасибо, что смотрели эту трансляцию. Для вас ее комментировал Андрей Борисович Груздев и Вильданова Диана. Уважаемые зрители, до новых встреч, мы с вами увидимся совсем скоро, завтра в финалах командных упражнений. До новых встреч, до свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok